Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, мой здоровый братёк, и мы с вами продолжаем играть 60 секунд. Да, ребята, я надеюсь, вы уж соскучились по этой игрушке. Обязательно поставьте лайкосик, если соскучились, потому что её капец как не было давно. Если вы впервые на канале, обязательно подпишитесь, это будет очень-очень здорово и приятно мне, чтобы не пропускать видосики. Вот, и пока меня, ребята, не было, здесь уже добавили новые обновления. Давайте посмотрим их. Всем приятного просмотра и аппетита! Желаю вам, если вы там кушаете пельмешки, не знаю, супик, да, горячий суп, я сразу обратил внимание, или ВПшечку, или картошечку, или макарошечки там с котлетками, чёрт. Давайте посмотрим. Так, ядерная зима, я, кстати, её не видел. Награда «Зимняя шапка для семьи». О, как интересно, ну, не знаю насчёт этого. Год собаки, наверное, да, китайская, традиционная китайская шляпа. Так, и горячий. Блин, я ещё не начал, чёрт возьми, летсплей, а уже просто, ребята, в поту, я уже просто не могу. Сколько у вас, например, градусов? У меня в Екатеринбурге плюс шесть, и это... Фу, я реально уже не могу вбечь в поту. Вот я за это и ненавижу, блин, лето. Просто ненавижу. Потом ещё будут мухи всякие, а пот, например, это те же самые прыщи. Ох, так, горячий суп, нет, что-нибудь охлаждающего. О, блин, господи, я чуть не разлил. Это мантидью и немножечко адреналина. Адреналина, вот что у меня есть. Так, давайте посмотрим ещё какие-то... Ни хрена себе, ещё будет половина заданий? Ничего, что они хотят... Ну, вот именно эти разработчики, они хотят сделать какую-то игру в космосе. Уже вроде как... Ну, предзаказа ещё нету, но они скоро её хотят сделать. Вроде как в Стиме она появилась. В каком-то 2018-2019 году. То есть это будет как 60 секунд, но только нас отправят в космос. И это будет очень-очень круто. Серьёзно. Как они вроде новую игру хотят сделать, а они ещё до сих пор старую обновляют. Это интересно. Не, здорово, что они её не забрасывают. Давайте попробуем горячий суп. Начинаем. Ещё раз всем приятного аппетита, братишки. Блин, капец. Сори, 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 что я... Охлаждение. Охлаждение хоть какое-то. Так, давайте быстренько, быстренько собираем суп. Ни хрена себе, нам надо сколько собрать супа? Я просто офигею. Так, тут надо быстро, очень быстро, очень быстро работать. Давайте, давайте, давайте быстро шевелим нашими пальчиками. Это, блин, тут ни хрена, ни супа нету. Так, быстро, быстро, быстро забираем. Так. На кухне, на кухне смотрим. Нифига себе на кухне сколько супа. Что ещё происходит? В этом доме какие-то супофилы собрались? Или что? И почему мы только забираем суп, а не семью? То есть, понимаете, тут ядерная война, а мы забираем суп. Просто офигеть. Так, даже в ванной, даже в ванной, они моются супом. Они питаются супом. Они, наверное, я не знаю, даже, даже в туалете у них идёт смыв с супом. Я хрен его знаю. Так, у нас уже просто дофига времени. Наверное, открыто достижение Тора, 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 бам-бам-бам. Она вот так вот называется. И мы с вами, скорее всего, не успеем. Да, ребята, мы с вами не успеем, к сожалению, блин. Нет, давайте начнём сбор заново. Офигеть, так-то, ну, сложненькое задание, я вам скажу. Суп-то собирать. Так, отлично, опять две банки супа. Почему они сразу не четыре хотят в туалете-то? Но это странно, в туалете видеть суп. Как бы очень-очень странно, я вам скажу. Так, мы с вами, отлично, отлично, вроде как не потерялись. Не потерялись, давайте маневрируем. Ну, сыночек, блядь, отойди. Тут батя занимается очень важной работой. Готовится к апокалипсису с супом. Ну, важно, да, о себе позаботиться. Правильно, правильно, зачем семейка? Так, быстро, быстро, быстро. Давайте, давайте, хреначим. Кстати, ребята, я, если что, буду выпускать, наверное, 60 секунд. Ну, примерно раз в неделю, потому что я не хочу такую же историю, как Доки-Доки. Ну, вы понимаете, да, что я её начал снимать. И, ну, каждый, каждый день. И это, конечно, здорово, всем нравилось, но, к сожалению... Так, 4, отлично, отлично, мы успеем. Должны успеть, должны успеть. Раз, два, три. Блин, а почему три-то? Четыре, всё, 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 успели. Да, мы с вами успели. Вот, и я Доки-Доки снимал каждый день. И, вроде, всем нравилось-нравилось, но сейчас уже все стреляются, потому что слишком много Доки-Доки. Надо, как... Напоследок, наша... Наша доча, так сказать, напела вот такой вот колпак. Ну, у меня ещё парочка есть. Ну, такой неплохой, неплохой колпачок. Но как относится суп к повару? В плане... Этот же суп там автоматизировано делают? Чёрт. Я же не могу назваться поваром, если я заварил дошек. Или могу! Или я супер, сука, повар! Хе-хе, Каренова знает. Итак, ребята, давайте начинать выживание. Так, нет, давайте апокалипсис. И, я думаю, на царе-бомбе. Да, именно хардкор, именно вот всё по-настоящему. Давайте вперёд. Или всё-таки я могу? То есть я добавил специи там, посолил, сделал бутерброд. Может, я супер-пупер-повар считаюсь? Так, чё-то у нас, смотрите, немного тут ещё из... Хе-хе, три баночки супа. Как это мило. У нас немного, смотрите, поменялась квартира, да? Как-то цветовая гамма, что ли? Немножечко в других тонах. Просто дофига супа, опять же. Семейка у нас есть. Я, конечно, ребята, возьму немного семьи. Хе-хе, возьму немного семьи. Так, фонарик обязательно возьмём. Радио, радио. Так, 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 букварик надо. Уже половина времени прошло. Кстати, дочу я не беру. Блин, дочка от дочки, конечно, это супер. Но, что-то не знаю. Так, сын, сына беру. Радио беру. Так, замочек беру. Да, блин, грёбаная мебель же. Вообще, вот сейчас, вообще, вообще, не вариант. Дихлофос беру. Всё, походу, походу, всё, на этом... Ну, ладно, всё, 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 всё. Пусть, пусть будет так. В убежище, как вы понимаете, сейчас ничего не будет. Ну, дополнительного, потому что, когда мы на хардкоре играем, там ничего, нет никаких вообще запасов. Вот как можно так? Если у вас есть бомба-убежище какой-то, и вы, типа, готовитесь к войне, то, мне кажется, надо как-то три консервы. Консервы. Что это такое? Но, заметьте, мы с вами много чего взяли. Много чего взяли, и присаживайтесь поудобнее, ребята. И сейчас вы можете насладиться своей едой, потому что у нас отлично сейчас пройдёт время. И при том, очень быстро, скорее всего. Ну что же, время раздавать запасы. Конечно, первый день мы вообще их не кормим. Вы, кстати, так же делаете, ребята. Я сейчас начал почему-то на ютубе смотреть каналы, именно какие-то, знаете, кулинарные там... Такие, как, там, Аблобов, вот. Говорит про пищу, готовит вкусненькую там еду, и под эту еду мне хочется кушать мою еду. Ну, как бы, такую не очень вкусную, но смотришь там, как он там раков хреначит, или креветок, я такой... Или пиццу там на крайняк. Я такой, ем дошик, и как бы... Как бы норм, норм. Типа, смотрю на пиццу и думаю, да, я пиццу ем. Хотя, ем вообще не то. Так, что у нас там? Жажда, жажда, жажда. На пятый день, на пятый день, ребята, конечно же, мы их будем кормить. Нет, 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 нет. Пока радио вообще никакой... Даже, даже не смейте там радио что-то делать. Так, там, опа. Проблемки какие-то, смотрите. Хмм. Они все устали. О, да, да. Горор, да, ем твою мать! Господи, такого не было, ребята. Это какое-то обновление, что он прям пшикает, пшикает. Да, таких звуков раньше не было, я вам хочу сказать. Не было таких. Таких не было звуков. Черт, клевое обновление. Так. Тимми в ужасном состоянии. Ребята, ребята, это мы завтра. Так. Мы покажем. Мы покажем им. За это что-то, по-моему, дается. Я точно не помню. Топор! Они нам дали топор, ребята! Блин, это клево! Так. Может, они и ненормальные, но наверняка безвредные. Поэтому позволили посмотреть на нашу карту. И правильно сделали. Там, короче, пришли, типа, ненормальные. И сказали, типа, нам надо там разыскать... Кого-то. Так, все. Теперь даем им попить. Ребята, не переживайте. Не переживайте. Я вас... Я вас не специально морю голодом-то. Просто... Просто надо так. Огромные тараканы. Быстро, быстро. Псс, псс, псс. А, не, 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 не. Нет, нет. Теклофос не тратим. Потому что из него можно сделать аптечку. Да. Вот так вот. Каким-то образом, кстати. Так. А пока у нас только усталость, как мы видим. Блин, поварята все усталые. Господи. Я, кстати, хотел на повара пойти. именно знаете готовить еду там какое стремление если я готовлю бутерброды но я пиццу умею готовить там роллы тоже готовил но как бы вам сказать ребятки это это как то что же они пугают так у меня просто звук был прям найти на максималке и думаю что за хрень ты голоден так а когда у них голод мы сразу 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 это тут уже даже не обсуждается ребята что вы там пишите надо сразу надо сразу иначе они могут быть там бывают баги но так мы не берем не берем трубку мнение я знаю я знаю все это но мы конечно будем как-то еще по-другому сейчас чем делать но посмотрим бегать по зараженному радиацию городу призраку по любому поводу слишком опасно правильно что там у нас жажда 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 через два дня получать через два дня мы будем их по и так никакой пока это можно можно пока пока можно включить приемничек там скорее всего что-то скажет нет не сказали нам удалось поймать сигнал и прослушать экстренное сообщение правительства угадайте что отличные новости большинство радиоактивных осадков уже раз отлично так а сейчас мы с вами посмотрим обезвоживание обезвоживание я дам короче наверно сынку сынку попить специально чтобы он в экспедицию никто типа очень плохо не выглядит кажется мы не одни с нами большой волосатый кролик монстр зарубить его сейчас крончать это будет вкусно хотя вот это я ненавижу больше всего потому что у моей подруги была короче ферма кроликов ну точнее у родителей вот и там они их рубили блин это чуть не прикиньте маленькие клевые кролики черт ну жалко жалко вообще жалко ребята то что знаете там всяких клевых маленьких зверят там на шубу использовать вот это я больше все ненавижу там богатый богатый такие суки всякие такие знаете шкуры такие богатые с накачанными губами загорелые вот таким просто мерзость тошнит от них так обезвоживание обезвоживание усталость а я так понимаю никто сегодня не пойдет у меня такое есть предчувствую потому что потому что что-то они вообще не камильфой да никто вообще никто не идет они должны отдохнуть эти папуасы должны отдохнуть день одиннадцатый а я конечно буду специально делать стиме очень бог смысле тиме очень голоден тимми ты же господи какой ты очень голоден я же тебя накормил ладно давай еще раз вот мне по-моему говорили что вот это бак давайте про давайте проверим мне говорили когда очень голоден не корми их не корми на следующий день вроде должно быть я не знаю просто тут уже патчи вот столько вот столько вышло а пока у нас есть запас еды и воды мы конечно можем сидеть заперти но рано или поздно придется отсюда выйти в таком случае хорошо бы сразу направиться в какой-то в таком случае направится какой-нибудь безопасное место так теме были комиксы об этом так что мы света верим что это правда да но это это правда да мы сколько уже раз конечно мы там придя я капец жду вот именно игрушки в космосе я прям молюсь где она хоть новые горячие новинки видите мне приходится вот я не знаю сегодня тоже будет стримчанский если что заходите по папку да мы связали с ними армия уже близкими очень-очень голоден тимм это печально это печалька эти печалька ребят когда очень голоден я тоже сейчас очень голоден эти звуки блин жажда усталость да что ж вы все не можете там правиться ты ребята я уже я уже просто не могу сотрите чё с ними вообще происходит тимми очень голоден тимми в ужасном состоянии да что ты будешь делать-то тимми давайте поправляемся я уже не могу я уже честно не могу тимми давали давать на тебя все надежда ты у нас маленький ты должен очень быстро у тебя должна энергия просто скакать как ка-ка-ка ка-ка ка-ка знаете гиперактивные есть дети вот я был гиперактивным серьезный а был вот сейчас я не особо такой знаете сижу тупо на месте там ученик такой смотрю так далее я бываю гиперактивным когда выпью. Когда вот именно... Я знаю, что некоторые стримеры или просто там вот сплейщики иногда выпивают чего-то и начинают так какую фигню нести вот так вот. Так еще корчатся. Я, кстати, тоже люблю вот так-то покорчатся. Многие говорят, что у тебя поддельные наигранные эмоции. Да нет, ребят, просто это особо такие стебные эмоции, я вот так вам скажу. Безвожий мне голод. Ладно, хорошо. Напоим, накормим. Так уж и быть. Что делать, что делать? Сегодня до вора с очень плохо. Во имя свободы! Откройте! Услышали мы крик снаружи. Мы не были уверены, что это свобода. Открыть. Во имя свободы! Вот понимаете? Во имя свободы! Открываем. Открываем. Что там будет? Надеюсь, не Far Cry 5. Тимми, Тимми! Молодец! Нам дали ружбайку! Вот это, я понимаю, свобода! Открыв дверь, мы увидели группу вооруженных подростков. Видимо, еще школьников. Вопреки нашим ожиданиям они были настроены дружелюбно и мы спросили не видели мы красных. Мы не могли им ничем помочь. Когда они узнали, что у нас нет оружия, мы оставили нам оружие. Как милость с их стороны. Мы спросили, кто они и нам хором ответили. РОСОМАХИ! Ой, блин, я, кстати, не помню этого. Так, Тимми отдохнул. Прошу прощения за кашель. Я просто болею. Весна. Весна, весна, весна. Так. Голод. Да, голод. Я по несколько раз смотрю, чтобы все нормально было. Все, чтобы четенько. Тимми, да, все, Тимми, уже собирайся. Ты должен, ты должен был уже идти, на самом деле. День шестнадцатый. Так, ты, о, Долорос тоже выздоровела. Отлично. Молодцы. Вот видите, какой я хороший. Хороший, так сказать, хотел сказать, отец заботливый или что-то такое. Пуаз заботливый, видите? Целую семью прокормил. Выходил, можно сказать. А, посмотрите. Жажда, Тимми. Сегодня ты пойдешь, мой маленький. Вот. Ну, единственное, что я тебе дам, это... Это... Это не... Некуя. Вот что. Да потому что это вообще смысла не играет, я заметил. Тут, понимаете, все рандомно в основном. Так, какие-то у них колпаки, кстати, заметьте. Либо чуть-чуть потертые, либо слегка волосатые. Колпаки же специально придуманы, чтобы там волосы не сыплись. Она должна, вроде как, убирать под колпак волосы. Но, окей. Это я узнал о ревизорах. В ревизорах. Помню, клевая была передача. Сейчас что-то... Что-то вообще скатилось. Много, кстати, ребят. Скатывается все. Вот, вот, вот. Вот сами заметьте. Даже я, блин. Многие там... У них есть какой-то пик там, а потом раз. И они как-то там скатились. Что-то... Реклама. Продались. Что-то еще там есть. Какое-то говно начали снимать. Либо... Мы заперты в крошечном бункере, и у нас очень мало запасов. Если мы хотим выжить, то настало время прибергнуть к более отчаянным мерам. Мы знаем, что в местном доме престарелых людей... Блин, давай, давай, давай! Быстро, быстро, быстро! Престарелые люди! Черт, и отпечатать. А что мы взяли? У престарелых людей только были шашки? Ну, что еще у престарелых людей можно взять? Мы пошли. Взяли, что хотели. И вернулись обратно. Мы уверены, что у этих людей все будет нормально, наверное. Да, мы в этом не сомневаемся. Шашки. Я просто офигеваю. Так, обезвоживание, обезвоживание. На следующий день, ребята, давайте. Кнап. Торговец. Мешок. Блин, это кот. А у меня... В смысле? А у меня нет супа? Так. У меня одна из консервов. Если мы ее отдадим, мы... Кота в мешке. Ребята, вы не поверите. Вы не поверите, потому что я сейчас до стрима, короче, взял Ваську, засунул в мешок. И Тимона засунул в мешок. И, короче, начал вот так вот делать. Качаться котами. Вот. Ну, им понравилось. Они не мявкали. Нормально там. Они что любят там, знаете, мешочки? Почему-то котики. Почему они любят коробочки, эти маленькие коробковидные засранчики, а? Ну, вот. Коты в мешке. Обезвоживание. Так. Сегодня, конечно, их будем. Что это за джурчание? И почему стена такая мокрая? Нас что, застопило? Так. И сейчас надо подумать, ребята, что спасать. Сейчас у нас, видите, спасение пошло. Кхе-кхе. Сори. Сори за кашель. Кхе-кхе. Кхе-кхе. Я убираю. Я, походу... Кхе-кхе. Блин. Нет, погодите. Я не умираю. Я блею. Господи. Что-то наоборот. Все хуже и хуже мне. Так. Карта. Радио. Карта радио. Была какая-то гребанная считалочка. Энники-беники съели вареники. Как-то... Айншвайндр... Не, не, не. Это не то. Айншвайндрайн. Шикеншвайнен. Господи. Я забыл даже читалки простые. Серьезно. Радио или... Ну, давайте умом думать уже, черт возьми. Потому что карта, скорее всего, нам пригодится. Хотя радио... Да, конечно, радио. Господи. Как... Че я обманываю вас, ребята? Радио это просто... Это просто... Опа. В чем я вернул? Красава, красава! Ты нич... Тимми. Тимми. Что ты ничейн пришел? Тимми. Тимми. Тимми, мой маленький. Тимошек. Тимошек, мой маленький. Сладенький, иди сюда. Ой, 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 Тимми, мой маленький. Тимошечек, Тимошечек. Тимошечек, Тимор... Тиморенький. Че, темненький мой. Вы самый любимый котик. Его тоже Тимми зовут. Вот такой вот засранчик. Ну, за котик давай косик. Посмотрите в его глазки. Ну как тут можно лайкосик не поставить, да? Господи, пользуется котом. Ладно, иди, браток, иди. Господи, какой он довольный становится, когда я его отпускаю. Мы спасли радио. Пока я его не залила грязной водой, вода ушла достаточно быстро, но повреждений осталось предостаточно. Но нам придется потратить несколько дней на уборку и ремонт. Что это за запах? Но это канализация, братки, поэтому привыкайте, все дела. Мы так боялись за Тимми, но все же он вернулся с пустоши, и теперь он в безопасности. В смысле? Мы надеемся, что экспедиция пройдет успешно. Жаль, что ничего не вышло. Ты что, охренел, что ли? Тимми! Мы не выживем сто дней! Мне говорили челлендж, мне говорили челлендж. Парень мне написал, давай челлендж, типа сто дней выживешь, я тебе, типа, 50 рублей скину на стриме. Я такой думаю, ничего себе, можно бабки-то рубить, а тут, блин, двадцатый день, черт! Ладно, экспедиция на следующем деле. Откуда взялась эта зеленая лужа? Капец, из трубы течет зеленая слизь. Это не сулит ничего, мы должны избавиться. Что будем делать? Бойскаутовская книга нам говорит заделать, как правильно, дыру. Трубу. Дыру в трубе, труба в дыре. Ха, проблема решена. Нет утечки, нет проблем. Наши уютная жрелочь, новая чистенькая. Все чистенько, вроде пока еще, надо тут немного помыть все-таки. Нахрена вам эти колпаки? Можно, наверное, знаете, на топор насадить, да, и, так сказать, и протереть. Так, ну или как тряпки, в принципе, не знаю. Так, Долорес, голод, голод, голодание, черт! Бро, прости, бро, прости, прости, прости. Так, что взять с собой? Возьми, давай, противогаз. Надеюсь, он ей поможет. Понимаете, ребята, я играю в эту игрушку, как бы вам не соврать, голод. То есть, голод, ну там, понятное дело, с перерывами. И я, в принципе, многое тут чего знаю. Хорошо, что вы, конечно, тоже подсказываете. Это тоже приятно. Вы какие-то там фичи подсказываете. Ну, так-то я сам все знаю. И знаете, что интересно? Что это многого роли не играет. Как бы это чуть-чуть играет там, да, но все это рандомно. Даже самая карта, мне говорят, так ее надо отмечать крестик. Отмечаешь крестик. И даешь им в руки. И это на самом деле все. Я уже сколько раз это проверял. Вот что я вам скажу, братишки. Жажда, голод, жажда, голод. Молодцы, молодцы, мужики, красавцы. Просто молодцы. Правильно, пусть женщины, так сказать, работают, пашут. По радио опять отвечали военные. Давайте, давайте, 22-й день. Ой, Тимик, Тимик, ой, 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 лижется. Облизывается, облизывается. Засколько? Черт. Черт, какой же он клевый. Какой же он клевый, ребята. Серьезно, просто офигенный. Я иногда думаю... Да блин, он прям хочет ласки. Душа, Кимошка. Да блин, он смотрит на меня, засранец. Ладно, окей. Тимик, очень голоден. Все нормально. Да в смысле очень голоден, хорош. У меня нету еды, братан. Тимик, все, что, я не знаю. Вы поварят, а вы, может, сделаете суп из, не знаю, из топора. Была же такая сказка. Ты маленький мой. Блин, я его так хочу полоскать, блин, но... Наши дела с каждым днем остается все хуже. В точку, говорите. Голод и отчаяние видны в глазах каждого из нас. Нет. К сожалению... А хотя... Давайте попробуем. Давайте попробуем. Мне интересно. Что-то новенькое, да, утром. Кстати, у нас дохрена воды самое интересное. Ну, ты-то сошел с ума. Почему? Почему, бро? Почему ты сошел с ума? Нам нужно было. Это необходимо ради семьи. Это необходимо. Ну, почему воды-то вы, блин, притащили? Так. У нас было всего... Так, в темноте рычание. Это песик. Это песик. Давайте проверим песика. Давайте проверим песика. Так вот. И представьте, что мы все стали котами. То есть... Ну, просто на секундочку. Если бы вы были котом. Потому что у котов, у всех, разные характеры. Серьезно. Вот я, например... Ну, фуфеленок еще что-то скажу так. Я бы, наверное... Ну... Я не особо такой придирчивый. Знаете, там, что-то убирать. Иногда в сраче живу. Очень редко убираюсь, например, да. Как бы... И так. Да, собаку, видите. Они вы видели. И вот. Я представляю себя таким, знаете, рыжим засранцем. Я хочу быть именно рыжим. С розовым носиком. Таким клевым, мокреньким. Обожаю мокренькие носики всякие. Клевые у котиков. Вот. Так. Жажда сумасшедшая. Ну, вас-то я могу напоить, братаны. У нас дохрена воды. Так. Отдают бедным. Такую картину нет. Я не смогу. Торо тердят, что они берут у богатых. Мы их не впускаем. Не впускаем. Потому что... Они у нас заберут. Но в общем, они у нас дохрена воды. Долорес! Не-е-е. Не-е-е. Да почему? Почему? Что произошло? Почему вы не... Противогаз? Я же тебе его отдавал. Одна банка супа на троих Еще две бутылочки воды Молодец, Долорес Молодец, Долорес Сейчас, 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 голод усталость Голод усталость Так Тед вроде как полный энергии Все, брат, на убежище кот следовал за нам Давайте, Муруйка, Муруйка Я обожаю котиков, конечно, впускаем Господи, испугал он меня Очень маленький Только Не надо тут ассоциации, типа А не повар и кот И смотрите, что самое интересное Что Шариков нам помог Теду Только надо сейчас Теда нам увезти Потому что иначе он заболеет Тед ведет себя адекватно Естественно, он ведет себя адекватно Котята, они Еще типа филят Так вот, представьте У меня котом Я, наверное, бы Вот именно таким же рыжим засранчиком Только розовый, а не морковный цвет Я, наверное, бы Там все драл бы Не знаю Где-нибудь Блебал бы Срал бы Где-нибудь Вот И представьте, допустим Я просто представляю У меня есть друг Как бы Чистюля И он Постоянно что-то протирает пыль Или у вас Есть такие друзья? Вот скажите Есть у вас такие друзья? Нет? Которые там Постоянно пыль ненавидят Убирают там Ну или девушки, к примеру Я вот представляю Ну, не девушки лучше Парни Потому что шутка сейчас Потеряется от этого Вы, наверное, уже поняли Если бы они были котами Они бы, наверное, каждые Три минуты бы, наверное Лизали свои яйца Каждый раз Они О, господи Грязные яйца Надо срочно Срочно Побыться Я не знаю Или Задницу Как они делают Господи Котики Котики Все дела Ну, наверное, это лучше, чем Грязные яйца Капец Че я говорю, ребят Наверное, портю вам аппетит Но Братки Сори, сори Голод Голод Ну, на секунду представим Что мы такие Так Ну Я надеюсь, все будет окей Давай, Тед Сходи там Я тебе дам Противогаз И надеюсь, ты не заболеешь Потому что аллергия Ну, аллергия У меня тоже была Один раз На одного кота была аллергия Я постоянно вот так вот Тер-тер Глазки Тер-тер-тер-тер-тер-тер-тер-тер-тер Они там пипецко не покраснели Жажда Голод Долорес, все Я ничего не могу сделать Ампутация? Да, придется тебя полечить Ну, что делать, Долорес? Только, пожалуйста, выживи Я умоляю тебя Я умоляю тебя Выживи Обезвоживание Усталость О, у нее, кстати, голод пропал Интересно Обезвоживание Мы всегда мечтали Устроить вечеринку Под тортом Тортик Братки Вы, наверное, уже Это не сможете сделать У меня такое Есть предчувствие Но Тимми Тимми Что такое Истощение Голод Блин, все-таки Долорес не захотела Покушать Видите, он пропадает То появляется То появляется То пропадает Ну, как Это все, блин Вот так вот Устроено Непонятно Котя 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 Что такое Господи Такие звуки Так Тимми Тимми Скажет Вроде нормально Все Шариков Так Нет Мы шариков Не отдадим Он Безумный Ученый Баночка Почему Почему Вы одну банку Супа Приносите У меня Всегда Знаете Вот я Сколько Играл Да В 60 Секунд Мы обнаружили Секрет Шеф-повара Отеля Томатный Суп Неудивительно Что отель Пятизвездочный Я вам Ребята Расскажу В Таиланде Короче Я отдыхал И Это ужасно Было Это просто Ужасно Была Гостиница Вот Ну Или отель Как Сказать Вот И нас поселили На первом этаже Рядом С кухней То есть А кухня В вашем каком представлении Что такое кухня Это здоровенная такая штука Где там готовят И так далее Нет Кухня Это Это Такой же Такой же Как бы номер То есть Гостиничный номер Но если открыть Там они готовят Маленькой Этой подсобочке Еще там у них Замороженные продукты Это просто жесть Просто жесть Я Вот насчет этого Поражался очень долго Вот Жажда Голод Голод Жажда Жажда Голод Жажда Голод Голод Жажда Еще раз проверяем Проверяем Пока не кормим Пока не кормим Сейчас вперед Так А экспедиция Да Пойдем В плохом состоянии Для прогулки По пустоши Так Сегодня мы Блин Нас могут спасти Кстати Интересно Что если Если что На всякий случай Наверное Сделаем это Правильно Кто знает Обезвоживание Голод Голод Блин Да что ж вы все Голодаете Да Ёбкало Мне Все Голодают Посмотрите А у нас Осталось 05 Так К сожалению Теду Наверное Придется Без воды Нужно дать Попит В ужасном Состоянии Тимми Блин Ладно Надеюсь Тимми Все будет Отлично Так Стой 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 Обезвоживание Обезвоживание Да Бесконечности Это что Так Кто же пойдет Наружу Ну давай Тимми Давай Сходи Там Братишка Надеюсь Он в плохом состоянии Но он может Вернуться По идее Там Не сказано Что Да блин Еще хочет Жрать Да что ж такое Чувак Да что ж ты Творишь Че так Много Хочешь Жрать Консервные банки Начинают высыпаться А огромных тараканов Нет Пока Пока Вот этим хреначем Бойскаутов Фу Фу Представьте Как они Пищат Эти штуки Эти тараканы Фу Или Вот сейчас Бы по мне Вот по лицу Такая хрень Бы Фу Хорошо что Тараканов Кстати Меньше и меньше Вот в столовой Их дофига Кстати В нашей столовой Ну в колледже Так Обезвожение Все понял Все понял Напоим Напоим Таак Опа А вот это уже выгодный обмен Но к сожалению Противогаза нет Я вам Ни хрена себе Блин Я бы противогаз Братан Тебе отдал бы С удовольствием Но к сожалению Я И ружбайку отдал бы Окупка Отлично Голод Жажда Голод Жажда Жажда Голод Хорошо Вроде все нормально День 36 Ночью В убежище Слышалось Тихое шуршание Проследить за ним В следующий раз Нет Не сможем Нет Не будем Не будем Смотри Потому что я знаю Куда они пойдут Они пойдут Какое-то В это Обезвоживание Так Напоим Шариков На полном ходу Влетел в стену Из-за такого Мощного удара В стене Мы обнаружили Целый портсигар С патронами И почему-то Всего лишь Одни патроны Так Где-то Долорес Она сейчас Много воды Поэтому я Нарушаю Там правила Через 5 дней Например Поить Так что все Так Наш так называемый Ужин Был прерван Очень оригинальным Предложением Хриплый голос Спросил Мы не хотим Ли купить камни И мы успокоились Когда создали Что это голос Старика Джима Который жил Наверное Некрасиво Заставлять Да Конечно Мы купим камни Вперед Вперед Ребят Конечно Мы покупаем Лично Камни Камни Это зашибись Только что Мы отдали ему А камни Мы уважаем камни У Мэри Джейн Была внушительная Коллекция минералов Только Где Где наша Мэри Джейн А где наш Тимми Блин А что нам насчет И Джим даже не хотел Взамен Какой камень мы взяли Непонятно Так Это уже на следующий день Давайте Пришло время С тех пор Как мы принимали душ А мы можем С вами В принципе Вот Сделать Пам Не так Патронами Там Порохом Или отгоняешь Там Как-то можно Мыло Нам стучат И не приходят Тимми Это странно Как дизайн Давайте Сегодня Долорус День выдался На вид Одной ногой А кто нам там Блин Стучал Ученый Ага Явился с криками Доктор Шариков Вы здесь Он искал своего Пропавшего кота И по совместительству Любимого ассистента Похоже Он не может Продолжать работу Без шариков А кот Отказался Покидать убежище И только попросил Нас помочь ему С проектом Да Вместо кота Полетим мы Вот Это Тимми вернулся Офигеть Тимми молодец Тимми Че ж ты так мало Это принес Хотя он Две консервы Получается Принес Так Тимми красавчик За пару дней До взрыва Тимми подрался С мальчиком По имени Итан И побил его Палкой Мы собирались Навести Итана И поговорить с его Родителями Об этом инциденте Но Тогда у нас Не было Времени Сейчас Конечно же Мы ничем Не заняты И хоть В окнах Не горит свет Мы все равно Решили зайти К ним в гости В конце концов Некрасиво не прийти Если нас пригласили Эти люди Были помешаны На томатном супе В руинах Их кухни Мы обнаружили Огромное количество Знакомых банок Основная часть Была повреждена И благодаря И благодатная Томатная жидкость Вытекла Но несколько банок Уже Все же уцелело За жалкими остатками Их кухонной тумбы Мы нашли воду В бутылках И не нашей Любимой марки К сожалению Но ничего Сойдет Отлично Молодцы Молодцы Я просто горжусь Возьмем Ребятка Голодание Сейчас мы тебя Накормим Рыжик Надо накормить Рыжик Стоит ли Собираться К завтрашнему дню Давайте Давайте Пока Пока есть возможность Надо ею Пользоваться Все таки У нас припасов Как-то не особо много Тонкий намек Что у меня тоже Ни хрена нет Припасов Воды Так Что у нас теперь Так Обезвожение Голод Ну все Довор Вперед Надеюсь Ты сможешь Там защититься Хоть я тебе оружие Не даю Вообще Ни хрена не даю Но Все будет Отлично Все Верим в лучшее Верим на лучшее Тимми очень голоден Конечно Тимми предпочитает Яблочный сок Но сейчас Ему просто нужна вода Тимми 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 Жажда Голод Голод Жажда Голод Голод Все Хорошо Я кстати Ребята В вылазке Кот вернулся домой С маленькой запиской Готовить припасы Нет Да вы что Охренели что ли Совсем Крайняк что ли Не хочу Не хочу Это делать Вот Я короче Хочу Ребят Постримить Миросейд Вот что Вот что Еще расскажу В своих планах Потому что Я давно Кстати Играл в нее И блин Это была Очень крутая Игра Но Я Опа Девочек Скаутов Раньше Они продавали Печенье А теперь Торговать Другими вещами Какие умные Девочки Да вы что Охренели Да это Сука Очень умные Девочки Это вообще Нечестно Бойскаутовская Книга Это самое Лучшее Что есть В нашем Применении Благодаря Этой Книге Мы все Можем Делать Хоть развлекаться Хоть там Чинить Все А замок Нам нужен Чемодан Вообще На хрена Этот чемодан Я собираю Собираю Пакуасиков Да С чемоданом А не Этот чемодан Я не знаю Где-то теряют Где-то теряют Ну что это такое Я надеюсь В новой версии Это исправят Ну в новой версии Игры Новые игры Точнее Ну вы поняли Вы поняли Братки Где в космосе Лагерь разбойников Создает много проблем А что с Долорос Вроде пока нормально Давайте Расстрелять их Расстрелять их Конечно Лагерь разбойник Расстрелять Кто-то постучал в дверь Мы выиграли битву Этим проходинцам До нас далеко Сейчас посмотрим Что у них там Уставость Уставость Истощение Так Док А пошел-ка ты Кое-куда подальше Я хочу Выжить Хотя бы Не 60 Я не знаю Хотя бы Для приличия Так Жажда усталость Жажда голод Мы кстати Можем выжить Так Я дам им Бутылочку воды Дам 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 У нас ее Просто дофига Поэтому я дам Нормально Все будет нормально Ребята Он нас защитит То есть если придут Мародеры Скорее всего Не придут Уже скоро Я знаю Что на следующий день Надо Но У нас воды Просто как говна Поэтому я буду Буду пока их Поить 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 И да Лорес Даже вер Да ёркало Да ладно Вы Ну блин Консервную она не принесла Конечно Так Станция метро Отличным местом В поисках запасов В особенности Неповрежденных Но оказалось Что эта идея Пишала голову Не только нам Там уже живет Живет группа Уцелевших людей Не использует патроны Как новую твердую валюту Это Отсылка К метро 2033 Что это В метро И они используют Патроны Как новую твердую валюту Это не разбойники Но они живут В замканном круге людей Не особо приветливо Встречают чужаков Нам разрешили Посмотреть Как они живут Это были бы Не мы Если бы упустили Возможность Пополнить Свои запасы воды Поэтому Когда мы нашли Туалеты Туалеты То сразу же Поспешили Наполнить Как можно больше Бутылок мутной Облученной Жидкостью Объединение Две всего Жители станции метро Очень понравилась Наша одежда Мы всегда знали Что у нас Прекрасное чувство стиля Но время апокалипсиса Одежда Отходит на второй план Кроме того Без белья Можно обойтись Так что мы охотно Согласились на сделки Но вы Оу Долорес Ты что там Трусики им что ли Отдавай Или что Или лифан Так Группа Обитающая Теперь в метро Соорудила Большую баррикаду Из кучи чемоданов Рюкзаков И сумок Мы решили Осторожно Вытащить Один очень Тимпатичный Чемоданчик Задание Казалось Не из легких Но мы проявили Да нахрена Вам этот чемодан То Ё-моё Господи Ну это забавно Вот этой вот Истории По-моему Еще не было Кстати Скоро выйдет Метро И к суду Ооо ребята Я очень ее жду Очень 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 Предложили Ну давай Тимми Сгоняй Быстренько Я не знаю Правда Солдаты Как бы Не особо Я хочу Отдаваться Им И Выигрывать Игру Ты от наслаждается Жизнью У нее Проблем Но за 50 рублей Получу Типа Если выше В стадии Голод Усталость Усталость Довор Ну я конечно Ребят Чув Шучу 50 рублей Чув То вы скажете Сука Продажный За 50 рублей Он готов Выигрывать Так Экспедиция Ну давайте Подготовимся Но я Не знаю Видимо Видимо мы никого Не пустим Ребята Никого Некуда День 50 И хотя Тед уже В хорошем состоянии И скорее всего Уже пойдет Жажда Так Док начинает Действовать на нервы Так Голод Таурас Пам 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 Давай Мужик Вернись Надеюсь Ты там Дохрена Просто банок супа Найдешь Каких нибудь Клевых У нас все Вот посмотрите На наше убежище Это просто ужасно Какие-то кровяные Следы Какие-то рисунки Тут уже Как у зэков Тут срок Порванный противогаз Аптечки Нихрена нет Мухи летают Банки супа Котики А че Наверное Охреневают Либо в какой Помойке мы живем Посмотрите Как мы выглядим Как мы пахнем Господи Это Это просто Это просто Жесть Такой срач Так Эм Прости меня Сори Сори Хреново мне Походу Обезвоживание Голд И вот Банда 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 Давайте закроемся Что делать Что делать Ребята Давайте пока что Закроемся К нам если что Придет мутант Он нам поможет Чуть попозже То есть если будет Еще такие же В этот раз Нам удалось отпор Висячий замок Как-то остановил Причем такой маленький Так Опять Теперь обезвожение Тут Ну ладно Буду Буду давать У нас дофига Воды Так Да Сыграем в шашки Чтобы они Не сошли с ума Если не сыграть То Они будут Так что мы Не зря Обокрали Пенсионеров Бедных Целые Шашки Что нового Оттим Док Прости Док Прости Сори Он нас выгонит Из убежища Если мы ему Это все сделаем Так Тед Немного Тед Ну почему Ну почему Почему так происходит Все же так Хорошо Шло Все Очень Хорошо Шло А сейчас Мы только Можем Тим injeren Это что Сейчас За выстрелы Были Открыв Дверь мы увидели банду вооруженных до зубов разбойников уже решили провощаться жизнью к счастью наши друзья мутанты сдержали слова всех дополнительные конечности могли прогнать прочь бандитов мы поблагодарили их за помощь попрощались они помахали нам на прощение рукой точнее многочисленными руками столько же машущих рук мы в своей жизни видели блин тимми очень голоден ты печально все очень плохо нет это не нам постоянно кто-то стучит брендок напрягает карта когда шариком начинает носиться по всему убежище как ненормальный он нередко сметает все на своем пути однако на этот раз ему удалось обнаружить маленькую деревянную коробочку кем-то заботливую с при приятным карту на сфере тимми очень голоден так чё там тимми обезвоживание обезвоживание сейчас напоим ребят так может так и так вопрос раз под звуки стука нет мы не открываем я знаю там военные но я не хочу я не хочу я хочу именно как можно больше как можно больше выжить и каких-нибудь таких непонятных прикольных голодания и ребят походу на придется умирать они забрали тимми нет мы бессильно смотрели как эти жестокие животные выволкли тимми из убежища надеюсь мы еще увидим живым я не знаю что дальше будет ребята нам стучат сладкие воспоминания давай что-нибудь попить так не они не пока ты хотя блин у нас до хрена воды поэтому блин вот не знаю ребята выживать не выживать господи там военные откуда давайте откроем хорошо хорошо пусть выживем пусть мы лучше выживем ребята чем просто сдохнем конец да за нами пришли военные отлично 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 ребята получается я прожил 60 дней ну неплохо мы сделали это мы спаслись благодаря нашим храбрым военным у нас из глаз брызнули слезы радости когда мы увидели эти красивые мундир покрыты радиоактивной жижей давайте надеяться что это конец нашего отчаянного выживания так с нами все хорошо вот с мэри джейн да как вы видите мы с вами вообще неплохо прожили 60 дней в принципе я видите почему я так сделал лучше же все-таки хорошая концовка ребята чем вот ну плохая ну серьезно вот мы бы сейчас мы бы не прожили у нас уже пошло голодание удалось уже никого вообще в живых не было плюс сейчас бы бандиты нас пришли либо мародера бы пришли либо военные я бы может еще максимум один денек выжил 61 но все не хоро не очень хорошо короче получилось ну что ж друзья надеюсь вам понравилась эта серия дальше надеюсь будет лучше спасибо огромное за просмотр бой бой дорогие друзья